Значит, мы с вами пришли в наш драгоценный Новый Завет, да? Вот, и значит, мы с вами прочитали 26 главу, несколько стихов очень важных. И что мы здесь с вами видим? Что значит хлеб, да? Пресный хлеб, маца? И что значит вино? Что они символизируют? Тело и кровь, да? Тело и кровь. Тело нашего Адуная, Господа Ишуа, Мессии. И его кровь. И в 28 стихе написано, что его кровь – это кровь Нового Завета. Да? Отметьте, пожалуйста, то, что мы с вами смотрели в Торе, когда Моисей освящался старейшинами Завет, там тоже написано о крови Завета, да? Кровь Завета. Кровь Завета, да. И что делали Талмидим, что делали ученики Ишуа в этот пасхальный седр? То есть они вспоминали Пасху Господню, и написано, что они тоже кушали, да? В 26 стихе, что они тоже ели. Вот. И мы знаем, что Господь им открыл определенные вещи, символы, эту тайну Господню, эту тайну вечерю еще ее называют, чтобы они приняли это с благодарением, да? То есть они кушали и пили, хлеб и вино. И откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 22 главу. Или отметьте себе. И здесь написано, так же и чашу после вечерей, говоря, сия чаша, есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается. 20 стих. 20 стих. То есть еще одно подтверждение, да? Что заключается Новый Завет, и сия чаша есть Новый Завет в Моей крови. И в Висайи, 42 главе, есть много интересных мест. В 42 главе написано, что Ишуа, Мессия, Он поставлен Заветом для народов, да? Свет для народов, да? Во свет для Гоим, для язычников, для других народов. Это 42 глава, с 5 стиха. Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя, смотрите, в Завет для народа. В 1 стихе мы видим обращение «Вот отрок мой», то есть обращение к избранному, да? Своему народу. Во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепым, чтобы узника вывести из заключения сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, иного я возвещу, прежде нежели оно произойдет, я возвещу вам. То есть мы видим, что Мессия, Он поставлен Заветом для народа и Светом для язычников. И давайте же мы с вами перечислим, да, шестой стих, с пятой по девятой стихи. Мы с вами перечислим составные части, которые включают вот эти вот соглашения, взаимные, обоюдные соглашения в Завете между человеком и Богом. Первое – это две стороны, которые заключают Завет, да, две стороны, которые заключают Завет, знамение Завета, клятвенные обещания, совместная трапеза, то есть мы с вами просмотрели несколько Заветов, прошлись по Писанию, и мы видим, у них есть некоторые исходные моменты. Клятвенное обещание, знамение Завета, две стороны, которые заключают этот Завет, совместная трапеза, да, жертва и кровь Завета. Жертва, кровь Завета, клятвенное обещание, совместная трапеза, знамение Завета и две стороны. Да. Ну, конечно же, мы с вами, когда рассматриваем Заветы, да, мы с вами не должны выходить за пределы ясного обучения, учения Божьего Слова о Заветах, потому что есть разные языческие Заветы. С одной стороны, я думал, может быть, и коснуться этого, а с другой стороны, я думал, может быть, и не надо. Вот. Потому что есть разные культовые Заветы, есть не библейские, не христианские, ну и так далее. То есть, их много, есть демонические, ну и так далее. Вот. Поэтому об этом тоже можно много говорить. Поэтому мы будем с вами рассматривать именно вот эти вот заветные отношения в свете Божьего Слова. Хорошо? Вот. Чтобы мы были в таком направлении. Хорошо. Хорошо. Откройте, пожалуйста, книгу Шамуила или Царств. Первую Царств. 18 глава. Здесь есть хорошая такая история. Мы с вами немножечко тоже рассмотрим. Она нам поможет для нашей семейной темы. Да. Иоаннафан и Давид. Первое Царство. 18 глава. Мы здесь видим, что Давид и Анафан они заключают завет и они дают такой торжественный можно сказать обет, обещание. И этот завет, обет он скрепляет их отношения обетованиями на то, чтобы исполнять эти обещания. И тогда будут приходить благословения и благословения за соблюдение этого завета и проклятие за невыполнение этого завета, за его нарушение. С первого стиха. Когда окончил Давид разговор с Саулом, душа Иоанна прилепилась к душе его и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца. Иоаннафан Иоаннафан заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. Очень интересно. Очень интересно. Мы видим, что эти отношения, если мы с вами немножко просмотрели, как Яков заключил завет Славаном и Саксовым и Лехом, то есть были у них вначале такие враждебные отношения с друг с другом и как бы через завет они согласились быть с миром, с домами, то здесь мы видим открывается некая другая новая форма заветных отношений. Да? Дружба, любовь, ну и так далее. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Янафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой, и Давид действовал богоразумно везде, куда бы ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Сауловым. То есть мы с вами видим, что передавалась одежда. Янафан передал одежду, передал оружие, меч, лук свой, да, что мы еще с вами считаем, одежда и пояс. Он передал эти все доспехи Давиду. и вы знаете, я когда немножко начал рассматривать это, еще раньше об этом думать, то можно говорить, что одежда, передача одежды, передача оружия, она что-то может символизировать, но как бы я посмотрел еще с другой стороны, чтобы не просто это как бы что-то символизировало, на самом деле есть какая-то большая глубина того, что мы что-то дарим, что-то передаем, то, что становится моим личным, то, что оно есть каким-то моим таким сокровенным, дорогим, это то, что я отдаю от себя, то, что для меня ценно, драгоценно, я этим делюсь, вот, и вот, когда я начал смотреть то, что происходило между Иоаннафаном и Давидом, ну, если мы с вами посмотрим на одежду, да, в четвертом стихе, и отдал Давиду верхнюю одежду снял и прочие одежды, то есть, что символизирует передача одежды, что это под собой подразумевает, ну, если мы с вами посмотрим в Писании, да, если так поверхностно посмотреть, то есть, мы одеваемся в одежды нашего Господа, да, мы в других местах из Писания, в Галатам и Ефесянам есть места из Писания, что мы облекаемся в благость, смиренно-мудрее, да, то есть, мы одеваемся в одежды, то есть, буквально Давид, он, когда принимал одежды от Янафана, он, как бы, соединялся вместе с Янафаном, то есть, он облекался, как бы, в Янафан, в душу, в сердце, то есть, знаете, это вообще такая дружба, любовь, которая была между ними, но тут можно делать семинары про это, вот, на основе только их дружбы, извините, дорогие сестры, но, то есть, у них такая была любовь, что просто, ну, я верю и в сестринскую такую дружбу, любовь, но, действительно, есть что-то такое, что, ну, оказывается, возможно, это и человеку, да, то есть, так, как они любили друг друга, какая у них была дружба, то есть, вот это вот передача одежды, и что символизирует меч, что показывает нам, что такое лук, что такое пояс, да, то есть, мы это все с вами можем рассмотреть, и Иоаннафан и Давид, они, когда, ну, открывались друг для друга, когда они говорили о своей любви, когда они принимали друг друга такими, какими они есть, они понимали, что за ихней дружбой, за ихними отношениями стоит что-то большее, то есть, сам Бог, Он является тем, и мы это, ну, чуть дальше увидим, который, ну, скрепляет эти взаимоотношения, и этот союз, и эту любовь друг с другом. Что такое передача оружия? Она, ну, может, так нам показывать, символизировать, что Иоаннафан, он, он об этом говорил, что он говорил, я буду тебя защищать, да, где бы ты ни был, то есть, передача оружия, она показывает, что отныне я буду твоим защитником, и на самом деле это происходило, вы помните, потому что его родной отец, Саул, он всячески пытался убить Давида, и гонялся за ним по Иудеи, вы помните, да, и то есть, и родной сын, и Анафан, он все время показывал Давиду, что ихняя дружба, ихние соглашения, кровные отношения, братские отношения, даже если туда вмешивается родной отец, они все равно не нарушатся, я буду твоим защитником, вот, я передаю тебе одежды, я передаю тебе мои доспехи, мое оружие, то есть, я буду тебя защищать, вот, ну, давайте прочитаем 19 главу с 1 стиха, вспомним, и говорил Саул Иоаннафану, сыну своему и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида, но Иоаннафан, сын Саула, очень любил Давида, очень любил, и известил Иоаннафан Давида, говоря, отец мой Саул ищет умертвить тебя, и так, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, то есть, мы видим, что он его предостерегает, он его защищает, а я выйду и стану возле отца моего на поле, где ты будешь и поговорю о тебе, отцу моему, и что вижу, расскажу тебе. И говорил Иоаннафан доброе о Давиде, Саулу, отцу своему, и сказал ему, да не греши царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. то есть, если мы с вами посмотрим на четвертый стих, то, например, для меня, для того служения, в котором я нахожусь, вообще это очень важно. Смотрите, Иоанн говорит, что Давид не такой уж он и плохой, его вообще дела, они полезны, весьма полезны для тебя. Вы знаете, нас научили наши духовные руководители, наставники, когда мы обращаемся к Слову Божьему, чтобы видеть в людях не только негативное, не только отрицательное, потому что если мы только будем обращать на какие-то негативные, отрицательные стороны человека, это будет перечеркивать ну, такой трезвый Божий взгляд вообще на человека, чтобы ему помочь, потому что в каждом человеке есть что-то хорошее, в каждом человеке есть что-то доброе, есть какой-то такой Божий потенциал, какие-то дарования, которые должны в свое время раскрыться, то есть мы стараемся, скажем, какой бы человек к нам не попадал, который хочет быть спасен, желает освободиться от грехов, мы стараемся, чтобы этот человек понимал, что он не безнадежен, он не безнадежен для Бога, и он не безнадежен для нас, то есть, и когда мы, потому что, ну, люди, когда вы сталкиваетесь со служением, люди могут приходить очень разные, и могут приходить с такими большими проблемами, просто, что они не то, что в Бога не верят, не то, что они вообще в себя не верят, ихнее прошлое, ихняя жизнь, она настолько израненная, они настолько сделали зла вообще людям, друзьям, родным, родителям, вот столько вреда, что когда они приходят вот к Богу, попадают в среду верующих, ну, часто это бывает даже на реабилитационных центрах, вот мы сталкиваемся, и у нас бывает общение, и когда сестры вот об этом говорят, то есть они просто плачут, они ни в себя не верят, ни в кого, вот это вот чувство вины, и как меня Бог может простить, вы понимаете, то есть тут человеку нужно простить себя вообще за прошлое, вот, поэтому мы всегда говорим, послушай, дорогая, послушай, дорогой, в тебе есть столько хорошего, то есть, как бы, для такой категории людей, потому что, ну, есть крайности, нужен, безусловно, баланс служения людям, в помощи людям, но если вот такая категория людей, вот, очень важно показывать них, что они ценные, они приняты, они любимы, и их ждут, как бы, вы понимаете, да, то есть, поэтому мы стараемся всегда смотреть на такие положительные стороны, допустим, мы можем какие-то увидеть изъяны в наших братьях и сестрах, да, можем увидеть какие-то ошибки в жизни, там, в служении духовной власти, наших духовных наставников, да, потому что мы люди так склонны, как бы, увидеть больше негативизма, чем каких-то хороших, таких, положительных вещей, и если мы вовремя не остановим вот это, как бы, вот эту мысль паразит, которая, знаете, может углубиться, утвердиться, и все, у тебя будет как бы плацдарм для этой твердыни, все, и на эту твердыню садится все многое другое, и все, ты просто не видишь больше ничего, ты забываешь просто, что вообще эти люди сделали в твоей жизни, ты забываешь, откуда они тебя вытащили, как они тебе служили, как они жертвовали, как они не спали, вот, как они в тебя вкладывали, и так далее, то есть, когда мы вот так вот смотрим, то, естественно, ничего хорошего мы не получаем, вот, и на примере вот нашего служения, наших взаимоотношений с разными людьми, и с подчиненными, ну, с младшими братьями, сестрами, и со старшими братьями, сестрами, в духовном смысле, то есть, мы сталкивались с разными ситуациями, и нас, нас учили, благодарите Бога за людей, благодарите, вот, если, вот, появилось, оно, оно вас не отпускает, потому что мы ищем себе оправдание, да, мы ищем себе какую-то защиту, мы ищем себе каких-то своих неоправданных поступков, которые для нас, они могут быть оправданы, потому что мы же поступаем правильно, потому что какая-то наша самоправедность, то есть, мы стараемся себя защищать, и можем смотреть, так это же он неправильно поступит, так это же ему надо меняться, вот, и вы понимаете, поэтому нас так научили, и мы это у нас вообще не передаем, и вы знаете, получается, 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 не всегда, конечно, есть разная категория людей, но просто мы стараемся вот об этом говорить, говорить постоянно, смотрите на положительные вещи, вот, увидь что-то в человеке хорошее, вот, если есть тренинг у брата с братом, ну, что ты всегда смотришь, он что-то не доделает, может, у него это что-то в характере, вот, ну, он где-то что-то там не успевает, где-то что-то забывает, пусть оно где-то еще неизмененное, пусть это еще душа, она не обновленная, вот, но ты же посмотри, сколько у него же хороших вещей, ты можешь на это смотреть? Да могу, а что ты не смотришь? Не знаю. Вы понимаете? И получается, что он как бы, этот человек ищет в этом брате что-то, что бы угодило ему, что-то, что бы было нужным для него, то есть, то, что ему необходимо, то есть, то, что его бы устроило, то, что он бы мог принять и использовать для себя. Вы понимаете? Вот. А если это вдруг не по его, если это не так, не так получается, как он видит, то все, значит, он виноват, значит, она виновата, ну и так далее. И начинается, это уже не первый раз повторяется, это он и снова, и снова, и мы говорим, послушай, послушай, ну посмотри по-другому, по-другому, посмотри вообще, откуда взялась эта ситуация. И вы знаете, когда в этих взаимоотношениях, то начинаем сразу разбирать, потому что, когда говоришь с человеком, когда говоришь с братом и сестром, наш язык, да, наша прекраса неправды, это же надо такое слово, выражение придумать, язык прекраса неправда, просто благословение, которое мы имеем, с Богом и Словом Божьем. Прекраса неправда. Она же этот язык может такое наговорить в общении, что просто в этом отношении у меня бывают какие-то, когда разногласия там с женой, вот, может у кого-то не бывает, кто женат и замужем, у меня бывают. Да. Хотя я слышал, есть такие семьи, есть отношения мужа и женами, ну просто, что там за много-много лет они ни разу не подняли друг на друга как-то тон, вообще не ссорились, то есть чудеса. Да, да, это слава Богу. Но у меня так не получается. Поэтому как муж соединяет, как Бог соединяет мужа с женой, да, и двое становятся одной плотью, и как муж с женой друг друга дополняют, и жена помощница, так вот моя жена, то есть мы друг друга дополняем, она у меня не только как жена пастора, она у меня как сопастырь в нашей общине. Вот. У нас дети взрослые, поэтому она как бы не домохозяйка, вот она так в служении, ну в общем сопастырь, то есть она ведет там людей, отвечает за несколько служений. Вот. Ну и помощница мне, конечно. И вот, конечно же, когда я делаю какие-то ошибки, конечно же, когда я там, она видит, что я как-то неправильно разговариваю, там веду беседу, вот. Ну, больше это раньше было, сейчас уже, конечно, меньше. Вот. И мне, конечно же, так не хотелось ее выслушивать. Так не хотелось слушать ее замечания. Вот. И знаете, это ж как же ж, ты ж ж, ну, ты ж тут поставлен. Ты ж духовная власть, ты ж ж пастырь. Знаете, как вот это, ну, как бы, да. Я немножко потом поделюсь о нашем свидетельстве, как я вообще стал пастырем, как я хотел или не хотел. Вот. Да, было очень интересно. Ну, ты ж понимаешь, что с одной стороны тебе ответственность, тебе нужно, ну, как бы, решать проблемы, пасти стадо с усердием, да. Вот. Непринужденно наблюдая за, за овцами, вот. В то же время ты должен понимать, в какое время у тебя жезл, в какое время у тебя посы. Вот. Когда нужно там похвалить, когда нужно ободрить, погладить, а когда нужно обличить, и когда нужно наказать. То есть, вот эти все моменты, они же приходят в процессе. Это не только в пастырском служении общины или церкви, это безусловно, приходит в том служении, в той домашней группе, где мы, как пастыря малой, большой группы, там, где нас Бог поставил на данном этапе. То есть, мы несем ответственность, чтобы заботиться о людях. Поэтому, когда она мне дает такие замечания, ох, как мне не хотелось это все принимать, но постепенно она мне показывает, начала, послушай, Вадик, вот здесь ты вот, ты понимаешь, что ты вот начал разговор неправильно и начинает по косточкам просто все разбирать. Ну, поближе вы как бы познакомитесь с жизнью нашей общины. Вот мы, может быть, у нас там чего-то как бы в общине не хватает, допустим, то, что есть в другой общине или в церкви, потому что каждая община имеет какое-то свое предназначение, какую-то, ну, какую-то свою культуру, какие-то свои семейные традиции, обычаи, да, какие-то свои особенности, да, потому что Бердичев, например, отличается от Одессы, Одесса отличается от Бердичева, от Киева, от Винницы, ну, или так далее. Вот, хотя нас многое объединяет в наших мессианских общинах, вот, но у нас, ну, чуть забегая вперед, у нас просто есть, знаете, такая чрезмерная забота о людях, и мы это вычислили просто, у нас чрезмерная забота о людях, и в одно время мы просто поняли, что мы попали, потому что люди начинают привыкать, вот, что им будут просто все вкладывать в рот, за них будут говорить, и, то есть, они на самом деле из этого знают, что есть вот духовная власть, есть вот люди, которые помогут, вот, и какие-то поступки, какие-то дела, какие-то передвижения, которые нужно делать в жизни, что-то там менять, они, они понимают, что это правильно, нужно советоваться, но какое-то счастье мы заметили, что есть перегиб в том, что они уже не берут ответственности за это, они уже так привыкли, вот, и получается не очень хорошо, вот, то есть, ну, как бы, нету такой, больше ответственности за себя, за свои поступки, вот, и в результате потом происходят неправильные, неправильно строятся взаимоотношения, неправильно делаются какие-то выводы и так далее, ну, это я так забегаю вперед, чуть позже я вам об этом еще буду делиться, конечно же, и вот, когда мне жена начинала об этом говорить, о каких-то моих ошибках, я не хотел принимать, но потом постепенно я начал, как бы, прислушиваться, больше и больше то, что нам не говорит, там даже спрашивал совета у братьев, вот, не стеснялся, не говоря уже про духовную власть мою, вот, чтобы там показывали, где есть какие-то недочеты и какие-то недостатки, какие-то слабости, которые нужно, нужно, ну, не исправлять, то есть, я понимал, что у меня есть сильные стороны, я понимал, что у меня есть позитивные, хорошие вещи, вот, то есть, это то, о чем мы говорим, чтобы мы обращали внимание на положительные, позитивные стороны, но нужно нам и понимать, что у нас есть еще и слабые стороны, у нас есть недостатки, то есть, тут вот такой вот баланс, чтобы у нас было, чтобы мы были внимательны и к сильным нашим сторонам, положительны в нас и в людях, это уже самое время, чтобы мы обращали внимание на какие-то недостатки, вот, и поскольку мы, мы община, мы семья, да, мы дети нашего Бога, то, конечно же, когда мы считаем, будем считать и в Новом Завете, то есть мы тело, которое состоит из взаимоскрепляющих связей, правда, где каждый член, он превращается для всего тела в свою меру, где каждый из нас унесет какое-то служение, где каждый из нас мы друг друга дополняем. Таким образом Бог созидает нашу Божью семью, формирует, она растет, укрепляется, приносит Ему славу, правда, поэтому мы все такие дорогие ягодки у Бога, такие разные, и то, как Он нас шлифует, то, как Он нас формирует, учит, если мы Ему поддаемся, действительно, как, извините, глиняные горшки, это же хорошо, правда, мы же же глина, а Он горшечник, Он наш образователь, и Он нас формирует и лепит так, как Ему угодно, потому что часто бывало, что мы лепили сами себя и представляли себя, вот, и мы понимали, что мы строим что-то свое, показываем себя, свое эго и так далее, И приходили моменты такого вовлечения, мы понимали, Боже, мы сдаемся, просто без Тебя ничего не получится, вот, Ты просто нас обличай, Ты показывай, ну и так далее. И вы знаете, Его величество, гордость, оно все ниже и ниже спускалось, вот, опускалось, и приходил такой трезвый взгляд на себя, когда мы оценивали какие-то внутренние вещи, разбирали в характере, садились, могли смело поговорить со служителями, вот, что в Тебе, что в Тебе, что в Тебе, и видели слабые стороны, видели сильные стороны, ага, и понимаем, что если у нас есть общее дело, если мы строим какие-то проекты, какие-то планы, у нас есть какие-то цели, какое-то ведение, у нас есть какие-то задачи перед Богом, у нас есть какие-то планы, какие-то евангелизации, какие-то оливклубы, какие-то домашние группы, ну, все, что угодно. То есть мы видели, что мы можем создавать и созидать команды из тех людей, которые могут друг друга дополнять в том или ином служении, понимаете? Когда мы начали честно смотреть перед Богом друг на друга, вот, таким образом у нас вот до сих пор строятся, мы не построили, у нас это маленькое-маленькое начало, вот, мы продолжаем, но продолжаем строить вот эти вот заветные отношения друг с другом, взаимоотношения, семейные взаимоотношения. Вот, ну, попозже еще об этом поговорим. Хорошо, давайте возвратимся к тому, да, давайте мы прощем из Ефесянам кое-что. Наш благословенный рэп Шауль, любимый всеми нами, четвертая глава, да, 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 четвертая глава с 22 стиха. Да, то есть это характеристика тех, кто вступил в Новый Завет 4.22. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обосительных похотях и обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Да, очень сильное место, ну, и кое-что в Колоссяном 3 главе написано, в других параллельных местах. То есть нам с вами нужно научиться вот этот прежний образ жизни, в котором мы с вами жили, вот, со всей ее напыщенностью, со всей ее похотью, как написано, она и сливает во всем этом, тлеет. Не становится пригодным, да, потому что то, что вечное, оно нетленное, где наше сердце, там наши сокровища, ну и так далее. Вот, поэтому нам с вами важно отложить этот прежний образ жизни нашего ветхого человека, старого человека, прошлого человека. Мы с вами должны помнить, что у нас живет этот новый внутренний человек, новый Владим, новая Лариса, новый Сережа, да? Новая Аленушка, Ульяна, Валентина, да? У нас живет этот новый внутренний человек, и он нас создал, как мы знаем, по своему образу, по своему подобию. В 24-м психе написано, в праведности и святости, да, святости и его истин. И еще хочу, чтобы мы с вами открыли еще очень хорошее место, это уже в Псалме, Псалом 104. Псалом 104 о защите Божьей в отношении нас, нашего хождения перед Ним. С 8-го стиха, Псалом 104, 8-го стиха. «Вечно помнит завет свой, то есть Бог, слово, которое заповедал в тысячу родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Ицхаку, и поставил то и Якову в закон, и Израилю в завет вечный». Смотрите, то, что мы с вами вспомнили, разобрали о завете с 8-го стиха, 104-й Псалом. То есть Бог, Он помнит вечно завет свой, который Он заключил с Авраамом, Ицаком, Яковом, с потомками, с нами, да, Он вечно помнит, Он поставил это в завет, Он помнит это. И дальше, говоря, тебе дам землю ханаанскую в отдел наследия вашего, поздравляю вас, мы праздновали недавно 60-летие образования государства Израиль после 2000-летнего перерыва, да. «Когда их было еще мало числом, очень мало, они были пришельцами в ней и переходили от народа к народу и царству к иному племени. Никому не позволял обижать их». Смотрите, в завете, в завете мы видим, что Бог, как Он говорил Аврааму, да, «я щит твой», вы помните. Когда мы говорим о защите Бога над своим народом, когда мы говорим о Божьей защите в нашей жизни, я сейчас не буду касаться тех моментов, когда Бог что-то допускает в нашу жизнь. Да? Какие-то скорби, какие-то страдания, какую-то тесноту или что-то еще. Я сейчас говорю о Божьей защите. «Никому не позволял обижать их и возбранял о них царям. И сказал, не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». И мы знаем, что Бог, Он наша защита, Он наше упование, Его имя – крепкая башня. Он показывал это на примере ветхозаветных историй, как Он охранял свой народ, как Он его охранил от врагов. И враги Израиля знали, да, что есть всемогущий Бог, творец неба и земли. Это Бог Израиля, Бог Авраама, Исаака и Якова. И они понимали, что если еврейский народ соблюдает заповеди, если еврейский народ не живет в беззаконии, то Бог с ним, то в земле Израиля есть дождь, есть благословение, есть плоды. Мы не имеем права, мы не можем просто сейчас воевать с Израилем, потому что Бог с ними, и мы будем поражены. И в то же время, когда враги Израиля видели, что нет дождя, да, физически не видели, не видели, что еврейский народ, он не исполняет заповеди, не исполняет закон, он не исполняет этот завет, это соглашение, он вступает в языческое идолопоклонство, в блуд с другими народами, все, это была открытая дверь для того, чтобы можно было идти в войну на Израиля, и часто мы видим, что происходило, да. Поэтому мы с вами понимаем, что у нас есть тот Бог, о Который о нас заботится, о нас пищется, правда? Он хранящий Израиля, не дремлет и не спит, да, не дремлет и не спит, ни один волос без Его воли, если на то есть Его воля, не упадет с нашей головы, правда? Это, конечно, глубокая истина, нам еще и предстоит, ого, как познавать, вникать, вот, путем, конечно, каких-то наших испытаний, вот, каких-то страданий возможных и так далее, вот. Но мы должны понимать и радоваться, что Его обетование для нас вечное, Его завет вечный, вот, Он нас охраняет и защищает, вот. И, конечно же, когда у нас с вами появляются какие-то недоброжелатели, не буду сильно называть это врагами, да, потому что Новый Завет, Он открывает другую истину в отношении недоброжелателей наших врагов, наоборот, благословлять наших врагов, любить, да, не проклинать, а благословлять, благодарить за них, вот, это немножко то, о чем мы чуть-чуть раньше говорили, вот, благодарить за людей тяжко, тяжко, согласен, тяжко, 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 но для Бога нет ничего невозможного, Он нас этому учит, Он нас этому учит, нужно любить. Ну, конечно, это приходит по мере нашего служения, нашего духовного возраста, нашей какой-то зрелости, вот, если мы с вами будем стремиться это, исполнять, этого желать, то, конечно же, у нас с вами будет получаться. Почему? Потому что это, оно должно у нас получаться, если мы хотим следовать за Богом, потому что это признаки заветных отношений. Вы понимаете, это признаки, которые можно пощупить. Это такие отношения, где ты не предашь, где ты поставишь свою щеку, где ты будешь всегда рад его видеть. И одни из духовных таких людей, которые моей семье на протяжении какого-то времени помогали, помогают сейчас, ну, это такие люди, которых вы, возможно, знаете, это Рики Батис Тромбок. Если вы слышали, на Украине они такое несут служение, помогают многим церквям и пастырским семьям. У них библейская школа была, вот она и сейчас есть, такая для служителей. Вот, и вы знаете, я помню, как Рик, он, мы просто с Фаиной, нас в одно время несколько, 5-6 лет назад, наш пастыр Леонид с города Бердичево, в которой церкви, в которой мы бокались, он пригласил нас на общение пасторов, церквей Украины, на канонию с Риками Батис Тромбоками. Вот, и это было очень хорошее для нас время, полезное, вот, где мы там учились многому. И вот, это вообще люди, которые, они верующие в шестом поколении. Очень благословенная семья. То есть, я употреблю такую фразу, те дети, внуки, прапрапрапнуки, которые у них рождаются, они уже инфицированы Духом Святым. Вы понимаете. Эпидемия Духа Святого. То есть, когда посмотришь на их свидетельства, на их внучек, там нам показывали, рассказывали, приезжали сюда, это, конечно, благословение. Вы понимаете, просто хочется возле таких людей быть и быть, слушать, тереться, вот, кушать с ними, ложить их спать, убирать за ними, и, ну, вы понимаете. Вот, и я, для меня это просто, может, для вас это будет полезным, может быть, у вас уже на практике это получается. Вот, но для меня было очень таким вдохновляющим. Вадим, когда Тарик сказал, что он, ну, у нас там была одна конфликтная такая ситуация, и я из-за того, что я просто видел только себя, и не был достаточно еще зрел, я поступал неправильно. И вот он мне говорил, Вадим, что нужно научиться нам просить прощения, просить прощения. Не только тогда, когда ты в чем-то виноват, и ты понимаешь, осознаешь свою вину, свою ошибку, что ты там говорил своими словами, или поступками, или своим поведением, но также ты должен научиться просить прощения тогда, когда ты даже прав. И на первый взгляд может показаться, ну, я должен знать, а почему я должен просить прощения тогда, когда я прав. Вы понимаете, да? И, ну, как бы для меня, лично для меня, это было большим таким откровением и вдохновением. И вы знаете, лично мне это всегда помогало. В этом, скажем, не то, что не соглашается, ну, я так к вам делюсь такими сокровенными, какими-то семейными нашими переживаниями. Моя жена Фаина, она не то, что не соглашается, она просто чуть-чуть другая. И, то есть, ну, во-первых, тогда это было обращение ко мне, я это пережил, и я это начал применять. У нее это было чуть по-другому, она как-то в той ситуации тогда не была, в этой ситуации рядышком. Ну, вот, когда я об этом потом говорил, она, ну, она чуть-чуть из-за того, что другая, она с этим, ну, не то, что не соглашается, не совсем принимает. То есть, она готова всегда попросить прощения, извиниться, покаяться, сто процентов. Но если она видит, что ситуация как бы не разрешается, и она права, она не всегда, она со мной советуется как право, как правильно. Вот, может быть, мне нужно сделать первый шаг, чтобы это показать человеку, что нужно вообще эту ситуацию разрешить, друг перед другом попросить прощения, покаяться, даже если я права. Так вот, я стараюсь, если я вижу, что эта ситуация в напряге, и человека просто не отпускает пойти первому на этот контакт и попросить прощения, не то, что за то, что я прав и не прав, а вообще за эту ситуацию, что она возникла. Понимаете, в чем суть? Когда вот я вот так вот прошу прощения, все, вы знаете, просто, вот мне Рик Стромбек это показал, и в моей жизни это начало действовать. Мы их отношением с людьми, служителями... ...